Программа «Факты и мнения» продолжает эфир телеканала «Кубань-24». Здравствуйте! Всероссийская неделя финансовой грамотности началась на Кубани. Без каких экономических знаний сегодня не обойтись современному человеку, узнаем начальника отдела корпоративного управления департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Алексея Белого. Алексей Владимирович, рада вас приветствовать. Здравствуйте! Финансовая грамотность – это знание о финансовых инструментах, о финансовых институтах. Самое главное, как все эти инструменты использовать. Используй для себя и безопасно. В регионе разработана специальная программа для всех возрастных категорий. Расскажите о ней. Подпрограмма у нас действительно разработана, но скажу так, что начиная с 2010 года такие подпрограммы или программы государственные уже в крае реализовывались и реализовывались достаточно успешно. Единственное отличие новой подпрограммы в том, что мы стали больше акцент делать на интерактивных формах передачи информации. И в этой программе учитывается уже успешный опыт других регионов Российской Федерации. Так как Краснодарский край у нас участник федерального проекта, в котором 9 регионов, естественно, что мы также пользуемся наработками других регионов, которые успешно опробированы и которые пользуются, скажем, у населения и доверием, и интересам. Но я знаю, что наши акции по финансовой грамотности есть гораздо раньше, чем всероссийские акции. Это так? Ну, действительно так. Мы финансовой грамотностью на Кубани стали заниматься активно с 2008 года, а федеральный проект появился немножко позже. Ну вот у меня есть такие цифры. Охвачено более полутора миллиона жителей Кубани вот такими акциями, передачей. Знай, например, в прошлом году в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в Край было проведено больше 300 уроков, конкурсов разных форм для школьников. Что и планируется в этом году. Ну, в этом году, помимо традиционных открытых уроков, на которых будут приходить эксперты финансовых организаций, также будем проводить различные интерактивные формы. Порядка четырех федеральных конкурсов стартуют, в том числе, очень интересный конкурс называется «Зачитай про финансы», то есть он уже связан с рэпом. Это компания Blackstar Mafia, Тимати и, соответственно, победители федерального конкурса, у них будет возможность записать клип с компанией Blackstar Mafia. Я думаю, ребятам очень будет интересно в таком конкурсе поучаствовать. Очень много конкурсов, связанных для детей с рисунками, с селфи, с современными социальными сетями, инстраграммами. В общем, применить себя можно везде. Ну, то есть, да, мотивируйте. Да, тем самым, как бы, ребята могут в различных способах и формах повысить свои финансовые знания. Сколько человек примет участие в акции на этой неделе? Ну, мы видим, что от года в год у нас интерес растет. То есть, если вот в 2015 году там порядка 100 мероприятий, в прошлом году уже сказали больше 300, в этом году мы ожидаем, что порядка где-то 600 мероприятий будет проведено, это значит, что аудитория будет где-то 25-30 тысяч ребят. Ну, помимо этого, естественно, еще и взрослое население, потому что вот в этом году уникальность заключается в том, что мы открытые уроки проводим и для родителей. Пытаемся им рассказать, с какого возраста и как можно преподавать, можно преподносить финансовую грамотность для детей. А вот интересно, а родители как? Они тоже приходят на этот открытый урок и вместе с детьми слушают специалистов, да? Да, здесь специалисты рассказывают, какие формы, какие знания можно сдавать ребенку в определенном возрасте. То есть, когда можно рассказывать про то, как пользоваться карманными деньгами, когда уже можно давать более сложные знания о пластиковых картах, а когда можно просто рассказать о том, где папа работает и вообще, откуда, в принципе, берутся деньги в семье. Интересно. А когда интересно, с какого возраста можно пластиковыми картами пользоваться? Вот такой вопрос, да, если у нас паспорт 14 лет. Да, то есть, в принципе, пластиковую карту, скажем так, которая будет привязана к родительским пластикам, да, в 14 лет можно будет отойти самостоятельно. Пластиковая карта, естественно, у нас уже в более позднем возрасте, там, порядка 16 лет, уже можно самостоятельно пластиковую карту получить. А как вы можете оценить уровень финансовой грамотности в целом на Кубани у жителей? Ну, по сравнению с уровнем, который был 2-3 года назад выше, то есть, уже, скажем так, у людей появляется, во-первых, интерес к этому, очень много уже людей начинают планировать свои финансы, становятся активными участниками финансовых рынков, то есть, начинают сбережение держать не под подушкой, а инвестировать в те или иные инструменты. То есть, уровень стал повыше. Это мы видим по тем вопросам, которые люди задают. То есть, если раньше вопросы были самые простые, да, вот, а можно в банк или нельзя в банк вкладывать, то сейчас уже люди начинают задавать, ну, такие более сложные вопросы. Это какие, например? Ну, например, вопросы, связанные с инвестированием в ценные бумаги, вопросы, связанные с тем, а как сделать для себя комфортное пенсионное обеспечение, то есть, какие программы есть на сегодняшний день. И не только государственные, а именно и негосударственные, которые предлагают или иные финансовые организации. Вот мы говорим, акция все-таки направлена больше на молодежь, да, это все-таки школьники, это студенты. Но если посмотреть все-таки нашему старшему поколению, финансовые ошибки обходятся очень дорого, да, понятно, что им тоже нужны знания, куда вложить, как правильно вложить, да, какой процент на сегодняшний день по вкладу является разумным, а какой уже рискованным. Вот вы согласны, как с ними работать? Ну, мы работаем и с людьми старшего поколения, как правило, вот сейчас проходит всероссийская акция, но мы ежегодно 2-3 недели в году выезжаем в районы, и здесь мы уже собираем в аудиториях людей пожилого возраста, с которыми необходимо пообщаться, и о том, как обезопасить себя на финансовых рынках, как распознать даже вот по первичной рекламе потенциально эта компания может оказаться банкротом и мошенником, либо этой компании можно доверять. Есть очень много вопросов, связанные с использованием современных технологий, оплаты ЖКХ, предположим, при помощи банкоматов, либо удаленных терминалов. То есть, как бы, скажется, с людьми пожилого возраста есть о чем поговорить, и что самое важное, эти люди всегда могут найти время для того, чтобы получить такие знания. С трудящимися немножко сложнее, почему? Потому что весь день люди на работе, а вечером еще очень много каких-то бытовых дел, поэтому вот уделить достаточное количество времени финансовым экспертам не всегда получается. А вот, кстати, как вы собираете возрастных людей-пенсионеров, допустим? Где эти встречи проходят? Вы знаете, по-разному. То есть, это бывают и дома культуры, и советы ветеранов. Ну, то есть, любая площадка, которая позволяет собрать людей пожилого возраста, хотя бы, чтобы там были места, где люди, пенсионеры могут присесть, ну и, скажем, а дальше уже, ну, от возможности. Хорошо, если будет проектор-экран, тогда можно показать и фильмы, и презентации, какие-то наглядные вещи. То есть, естественно, мы для них готовим и специализированные буклеты, брошюры, где вот как раз-таки для этой категории можно было бы поднимать вопросы финансовой грамотности. Без каких финансовых и экономических знаний сегодня в современном человеке никак не обойтись? Ну, во-первых, без осознания того, что нужно ввести бюджет, и его нужно планировать. Без того, чтобы планировать крупные покупки на долгосрочный период. Без знаний финансовых инструментов, то есть, не надо хотя бы разбираться, а уже применение их, ну, в зависимости от возможностей, ну, и опять же, в зависимости от знаний. Чем больше, кажется, возможностей есть, тем, наверное, более высокий уровень сам для себя поставишь. Нужно знать права свои, как потребителя финансовых услуг. Это очень важно, потому что зачастую, если вдруг права нарушены, люди махают рукой, что все равно в суд пойдем, там, банк выиграем, туда обратимся, все равно проиграем. То есть, все смиряются с той ситуацией, которая произошла, даже не пытаются отбиваться. И, наверное, без того, что знание о том, что необходима подушка финансовой безопасности на любые кризисные ситуации, будь то увольнение, либо какая-то травма, либо еще что-то в семье случается, то всегда должен быть резерв. К подушке безопасности мы еще вернемся. А вот расскажите, какие инструменты, финансовые инструменты, мы все время говорим эту фразу. Вот что это такое, расшифруйте. Ну, финансовые инструменты, это инструменты, ну, скажем так, услуги финансовых организаций, которые позволяют сберегать, накапливать денежные средства. Нужно знать, как? Конечно, да. То есть, ну, и здесь мы говорим, это банковские вклады, это могут быть рынок ценных бумаг, там их многообразие, это рынок недвижимости. Ну, то есть, инструментов на самом деле сотни и тысячи даже. И вот на самом деле, когда начинаешь ими пользоваться, то появляется такой вот интерес, вкус к этому всему. Ты начинаешь узнать все более сложные, сложные, сложные инструменты, и видишь, что применение такой комбинации, скажем так, таких инструментов позволяет, ну, решать практически любые задачи в семье. Вот не могу вас сам не спросить, поскольку вы здесь, посоветуете, как правильно планировать семейный бюджет? Ну, прежде всего, доходы должны быть всегда больше, чем расходы. То есть, какая бы ситуация ни была, прежде всего, надо так спланировать свои расходы, чтобы всегда что-то оставалось. Естественно, все, что получается у нас беречь, необходимо куда-то инвестировать. Хотя бы банковский депозит, самое простое, самое понятное. Вот та самая подушка безопасности. Да, пускай это будет та самая подушка безопасности, и каждый месяц мы ее пополняем. То есть, должна быть привычка как утром почистить зубы, так раз в месяц что-то, какую-то небольшую сумму отложить на депозит с тем, чтобы она работала и приносила доход. Дальше мы должны посмотреть, какой процент у нас занимают обязательные платежи, скажем, это выклады по кредитам, кредитная нагрузка. Если она больше 25%, значит, нужно все возможные премии, приработки, все нужно направлять на том, чтобы снижать долги, доводить ее до комфортного уровня 25%. Ну а дальше, для того, чтобы сэкономить, естественно, нужно интересоваться, где какие цены, сравнивать потребительские качества тех или иных продуктов, вещей. То есть, не всегда модная брендная вещь, лучшего качества, чем обычная. Ну понятно, можно подождать и купить не в сезон, а по акциям и скидкам, правильно? Да, можно и так. С инвестициями мы определились. А как правильно взять кредит? Потому что многие тоже кредит берут, поспешат с этим. Оказывается потом, что эти 25% оказываются выше, и мы не справляемся. Ну да, прежде всего нужно понимать, какая нагрузка на семейный бюджет, в случае, если вы берете кредит. Второе, нужно понимать цели, на которые вы берете кредит. Это действительно должны быть оправданные цели. Кредит всегда можно считать оправданным, если тот продукт, который вы при помощи кредита покупаете, какой-то товар, недвижимость, машина, она растет в цене на больше процент, чем процент по кредиту. То есть, если вы видите, что машины растут на 20% в год в цене, то да, целесообразно взять под 15% сумму и, скажем так, купить себе транспортное средство. Если машины растут на 1-2%, а кредит 15% не сходится. Ну да, как бы не сходится. И здесь надо посмотреть, а может проще накопить, может проще вот эту же сумму понемножку откладывать на депозит, и мы, как говорится, снизим вот эту кредитную нагрузку на семейный бюджет. И, скажем так, всегда нужно сравнивать различные условия, которые предоставляют банки, в том числе сейчас есть у нас возможности по рефинансированию кредитов. Эксперты говорят, что если ставка по новому кредиту, который потратили на погашение предыдущего, на хотя бы 1,5-2% отличается, это уже экономически целесообразно. И еще очень важно, когда мы берем, пользуемся кредитными продуктами, обращать на дополнительные услуги, которые вам банк может предложить, в частности страхование. То есть я не хочу сказать, что страхование это плохо. Почему? Потому что если мы берем кредитную нагрузку на семейный бюджет, мы должны себе давать отчетность, что в случае каких-нибудь кризисных ситуаций, кто будет платить потом этот кредит. И поэтому я считаю, жизнь, здоровье на сумму можно застраховать, потому что даже если произойдет какая-то травма, то страховая компания вам будет компенсировать вот этот ущерб, который вы получили, и, соответственно, этих денег хватит, чтобы какое-то время выплачивать кредит. Спасибо вам большое за эту полезную беседу. Я напомню, сегодня о финансовой грамотности нам рассказал начальник отдела корпоративного управления Департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Алексей Белый. Добавлю, высокий уровень финансовой грамотности населения положительно сказывается не только на экономике региона, но и на нашем кошельке. Всего доброго. Вы смотрели «Факты мнения». И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова